Все меня ругают, что я не устанавливаю штатив. Я сегодня установила штатив и отвечу на два ваших вопроса, если успею. Очень много вопросов про мою свекровь, когда я рассказала про разницу в возрасте у Лильяны и у Даниэль. Все сказали, что это небольшая разница и что если им хорошо вместе, это просто замечательно. Я тоже так же считаю. И был такой вопрос. Лена, твоя свекровь носит брендовые вещи? Если носит, штатив у меня неустойчивый. Если носит вещи, то где она их покупает? Сейчас я все буду вам рассказывать по-честному, по-честному, по-честному. И также какую косметику она предпочитает? Если есть какая-то косметика, которая ей сильно нравится, то где она ее покупает? Итак, про брендовые вещи. Сейчас сразу скажу, я не рассказываю про всех француженок. Я рассказываю только-только про мою свекровь французскую. Все француженки, как и русские, и другие национальности, все разные. Моя свекровь, рассказываю про свою свекровь, чтобы никто не писал в комментариях. Моя свекровь, она любит одеваться. Она любит иметь много одежды. И как вы видели в видео и на фотографиях, она очень любит яркую одежду. Но она, можно так сказать в кавычках, против брендов. То есть не совсем так против брендов, но она говорит, что вещи должны служить, вещи должны радовать, вещи должны быть модными. И их нужно менять. Каждый год нужно покупать новые вещи, какие-то оставлять, какие-то выбрасывать, отдавать. И у ней принцип, что бы не жалко было выбросить. То есть так как она любит одеваться, менять вещи, она не покупает сильно дорогие вещи. Я вот не знаю, был еще вопрос, сколько она тратит на свою одежду. На этот вопрос я вам ответить не могу, потому что мне нужно задать вопрос самой свекрови. Если у нее бюджет на месяц, на год или еще что-то. Если будет возможность, я задам ей такой вопрос, рассчитывает ли она бюджет на одежду. Или просто она покупает там-зон-тан иногда вещи, которые ей нравятся. Она считает, что на дорогие вещи это, ну как бы не глупость, а у ней такой принцип не тратить деньги на дорогие вещи. Где она покупает? Очень любит покупать по интернету. Раньше покупала в каталоге La Redoute, вы наверное его знаете. Труа-Сюиз, я помню, покупала. Специальные каталоги, так как она у меня взбитая женщина, для... Подождите минуточку, опять у меня штатив. Вот поэтому я его и не использую, потому что у меня очень дорогой штатив, но его нужно просто отремонтировать. И она очень любит покупать, как я уже сказала, по каталогам, но также покупает и на различных сайтах. Приходится ей покупать и на китайских сайтах. Она этим не брезгует, если ей какие-то вещи понравились. И также она покупает на марше. То есть идет на базар, если ей что-то подойдет или понравится, она себе вещи может без проблем купить на базарах. И я знаю таких француженок, которые очень часто это делают. У нее есть подружки, соседки. Вы знаете ее подругу, которая живет возле нее. Достаточно состоятельная, которая может позволить себе любую марку. Но она очень часто, даже мы с ней вместе, ездили в Экс-Сан-Прованс на базар, и она покупала модные вещи за копейки. То есть совершенно недорого. И потом они собирают эти вещи, которые им уже не нравятся, или которые они относили в течение года, и отдают в ассоциацию, в Красный Крест, Круа Ружь, или просто-напросто. Есть такие контейнеры, которые вы знаете. Они относят туда вещи. Поэтому есть француженки, которые в Париже, которые одеваются только в брендовые вещи. Моя свекровь любит яркое, красное, с цветами. Ну, она же у нас наполовину испанка, поэтому губы красные, вещи красные, обувь красная. Ей это очень идет и подходит. Многие из вас мне писали, и поэтому она также обувь яркая. Она любит покупать одежду, покупает себе, очень любит сумки. В этот раз мы пришли, я забыла вам показать. И она мне говорит, Лена, я купила себе сумки. И Лилья даже говорит, Лена, Даниль купила себе сумочки. Даниль на него такой смотрит. Ну да, сходила на базар, купила себе сумки недорогие. Ну, посмотри, какие красивые и модные. Я вам покажу, когда мы пойдем к ним в гости, если вас, конечно, интересует. Что касается косметики? Ну, про одежду, я думаю, я ответила. Покупает и по интернету, и на базаре, и на китайских сайтах. Лишь бы это было модно и нравилось. И подходило по размеру. Следующий вопрос. Косметикой пользуется? Она пользуется уходовой косметикой. В основном уходовая косметика у ней, у нее из аптеки, из аптеки. А вот декоративной косметикой она почти не пользуется никогда. Глаза она совершенно, она яркая, но вот глаза она совершенно не подкрашивает. Я у нее спрашивала, хотела ей подарить и тени, и тушь на праздники. Она сказала, даже не думай, я это использовать не буду, потому что у меня аллергия. Если только наношу тушь, то глаза сразу текут, у меня слезы, поэтому я не использую. Раньше я знаю, что она использовала немного тонального крема, когда выходила куда-то. Потом она даже, хотя у нее лицо очень ровное. И как она ухаживает, у меня даже есть на канале Худеем по-французски Селена Франс, несколько масочек, которые используют, натуральные маски, которые использует моя свекровь. Также она покупает уходовую косметику в аптеке. Какую? Я у нее спрошу марки и вам расскажу. Локситан, она очень любит косметику. И также иногда я вижу у ней в ванной комнате кремики от L'Oreal. Каких-то таких дорогих брендов, как Dior, Yves Saint Laurent. Если ей кто-то подарит, она будет рада, будет использовать. Но сама она не гонится за такой дорогой косметикой. Наносит из декоративной косметики румяна. Я ей дарила румяна от Benefit, еще дарила от Zoe румяна. Поэтому у ней их много, она использует. И помады. Помады она обожает. Обожает яркие бордовые помады. И очень часто у ней L'Oreal. L'Oreal, да. Я больше всего у ней L'Oreal. Когда мы ей дарим подарок, мы идем в магазин, покупаем. Или у нее, я спрашиваю, что ей хочется, покупаю. Также она очень любит бордовые ногти. Бордовые ногти, такие яркие цвета. Особенно на летом маникюр и педикюр обожает. То есть, моя французская и испанская свекровь, очень яркий человек. Это, наверное, показывает ее внутренний мир. Очень яркий, очень насыщенный, очень энергичная. Вы ее все знаете. Поэтому даже про парфюм, когда она вам рассказывала. Помните, племянницы моей с Викторией, они сидели, я им задавала вопрос, какой парфюм они любят. И Даниэль сразу же сказала, что это Шалимар. Шалимар, то есть, такие достаточно тяжелые, яркие парфюмы, которые остаются надолго. Она говорит, на моей коже тонкий запах, как Мисс Диор или еще что-то такое нежное, совершенно не держится от меня, не будет никакого шлейфа, ничего. Поэтому она говорит, что вот так. Я выбираю такие парфюмы, которые мне нравятся. Раньше у ней был Пуассон от Диор. Но знаете, самые несовременные парфюмы, вот, например, Шалимар сейчас выпустил парфюм более легкий. Даниэль нравится парфюмы самые-самые первые. Такой синий темный флакон. Я Шалимар плохо переношу. Не знаю, этот парфюм, который вот лично мне совершенно не подходит. Вы мне один раз подарили, он пролежал, я кому-то его передарила. А вот Даниэль, да, она любит. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Если есть какие-то еще вопросы к Даниэль, личные женские вопросы о француженках, пишите обязательно под этим видео. Я буду все рассказывать. Ну, конечно же, буду советоваться с Даниэлью. Можно мне об этом рассказать или нет. И когда будет возможность, я у ней, у нее, ох, это слово у меня вообще, простите меня, извините. Я буду с ней советоваться, спрашивать ответы на вопросы, вам рассказывать или просто задавать ей вопросы ваши. Помните, когда мы съездили с ней в машине по делам, я задала вопрос про прическу. Сколько стоит прическа, почему она не красит волосы. И она вам все честно, по-честному ответила. Я думаю, вам будет интересно. Поэтому под этим видео пишите ваши вопросы. Я их все выпишу. И будет такая рубрика, как раньше мой муж отвечал на ваши вопросы. И я буду задавать вопросы Даниэль или Ильяну тоже, если вы хотите. И потом отвечать на вопросы. Было еще несколько вопросов. Самые любимые блюда, которые любит Даниэль. Я все у ней уточню. Также расскажу. Какие страны она посещала. И какие книги читает ли она книги. И какой жанр книг она предпочитает. Вот. Пишите еще вопросы, а я буду постепенно отвечать. И теперь важная информация. Кто еще не подписан на канал, обязательно-обязательно подпишитесь. Чтобы получать оповещения о каждом новом видео. Подписывайтесь на канал. Худеем по-французски. Селена Франц. И я вам буду всем очень-очень рада. И, конечно же, благодарна, что вы посвящаете время нам и нашей семье. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok